Так, ну что, всем привет, с вами Тед И сегодня у нас интересная такая тема, прям крутая на самом деле Я подумал, что эта тема у меня на канале недостаточно раскрыта И это именно настройки То, когда мы нажимаем F10 в игре, заходим в настройки И у нас открываются настройки, графики, мышка, все эти остальные вещи У меня есть там видео по настройкам, которые... Ну, есть, короче, видео по настройкам всякие Ну, я решил прям четко показать разницу между настройками казуального игрока И игрока, который хочет научиться играть, соответственно Потому что, на самом деле, в последнее время ко мне много людей писало Ну, там, писало, что-то спрашивало еще Там, скидывало реплей и т.д. и т.п. И я... В какой-то момент я попросил несколько людей скинуть мне скрин Типа, покажи вот скрин какого-то момента из игры И я понял, что много людей играют казуально И при этом они пытаются играть хорошо И если ты хоть чуть-чуть, у тебя есть желание играть хорошо Нужно ставить правильные настройки И... короче, вот так выглядят настройки казуального игрока Нажимаем, короче, армия 1 атаковать, армия 2 атаковать Давайте посмотрим, вот этот бой великолепный Выглядит все очень красиво Посмотрите, все очень красиво выглядит У нас будут штормы, у нас идет замес Полнейшая войнуха, протасы против террано Штормы, игры, дыдат Вообще полная, этот... Ну, полная просто движуха Выглядит красиво, классно, крутой старкрафт Ну, не поспоришь, правда? Одна проблема Если хочется играть и выигрывать То в этом бою мы, к сожалению, не получаем абсолютно никакой информации Что происходит в игре И поэтому я покажу сразу основные настройки Которые отличаются у профессиональных игроков Ну и казуальных, опять же, игроков, которые просто играют И я думал, что такого вообще не существует, да? То есть, ну, оказывается, существует Самое главное, самое первое Что заметит любой игрок, который любит играть в РТС Ну, соревновательно Отсутствуют показатели здоровья Это самая первая настройка Настройки заходим в наш Пятый сверху пункт Геймплей И здесь у нас показывать хп юнитов Есть два типа, которые мы можем выбирать Мы выбираем либо Damaged То есть, те, которые повреждены Либо всегда Selected Бесполезный навык То есть, Selected это то, что у нас выбрано Выбрал двойку То есть, у нас выбрана двойка У нас очень часто будут выбраны разные войска И нам не надо видеть жизни выбранных войск Нам нужно видеть жизни либо поврежденных Либо все У этих двух принципов Есть отличия Которые они нам дают Плюсы и минусы Как ни странно И разные игроки Бывают, выбирают под свой стиль То, что они любят Те, кто любят микроконтроль Это часто бывают Опять же, протасы То есть, протасам просто необходимо иметь Высший микроконтроль Чтобы хоть как-то играть в эту игру То есть И Очень много именно сильных протасов Выбирают параметр damaged То есть, поврежден Так мы можем четко во время боя Определить поврежденного юнита И, к примеру, именно его отвести Именно вот так вот сделать Второе Это Оказатель всегда Оказатель всегда кому интересен Он чаще интересен как раз таки зергам Иногда тернам Он мешает В принципе ориентироваться Вообще вот Что здесь происходит Очень много полосок хп Непонятно, да Какие юниты Что за юниты Вообще непонятно Но При этом Проще определить Количество В принципе В армии юнитов Потому что реально Над каждым юнитом Здесь есть полоска хп И, к примеру, армия Которая занимает столько Может быть разное количество юнитов И, ну, бывает зергам Это интересно Именно видеть Количество юнитов Но бывает Кому-то это мешает Поэтому у меня Лично стоит повреждено Я люблю микроконтроль Контрольные группы Можно ставить Unclickable Вот Это первое И второе Это, конечно же Настройка Воздушных юнитов То есть Показывать помощь По воздушным юнитам Всегда 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 Потому что У воздушных юнитов Есть Тень условная И если мы Какими-то обилками К примеру Давайте возьмем Штормовиков Сейчас они отойдут К примеру Штормовиков Если вы будете Без этой вещи Пытаться целиться Давайте я ее отключу Сразу покажу То есть Вот как нам сейчас Попасть Штормом По Юниту Если я наведу На него Понимаете Я промазываю Не могу попасть По нему И соответственно Быстро это сделать Невозможно Если я буду Ориентироваться По тени Тоже я не попаду То есть Вот смотрите Мы сейчас кидаем Два шторма Один кидаем Прицелом Мышкой По Викингу Второй По тени Ни один Ни другой Не наносит урон Как попадать А попадать Очень легко Мы ставим Помощь по воздушным Всегда И под воздушным Юнитом Появляется Вот этот Указатель И мы можем Четко понимать Что вот они Воздушные юниты Летят И соответственно Вот у нас Уровень Как мы можем Попасть штормом Мы можем Стрелять штормом Даже вот так Вот понимать Что о Вот мы попадем Да то есть Мы видим куда И нам не надо думать Мы сейчас контролим Здесь Мы быстро Переключаем экран Мы сразу видим Куда нам надо кинуть шторм И мы сразу Хоп-хоп И все Кидаем шторм Если он сюда летел То все готово Это базовые настройки игры И как бы с ними Уже можно Хоть как-то соревноваться Вторая вещь Которую вам сейчас Не видно со мной Поэтому я полностью Испаряюсь до конца Этого видоса Всем Как там этот Мемасик Вот И мы видим за мной Мы видим Что у нас есть К примеру Dark Templar У которого написано Правая кнопка Это движение А И левый клик Это атака по земле И видны способности То есть Это все здорово Но Мы не видим Очень много Параметров управления Поэтому в этой же штучке Пятая настройка сверху Enable Simple Command Card Разрешите легкую Командную карту Мы ее всегда снимаем Нам нужна Полная командная карта Вот она Мы должны знать Кнопку холда Мы должны знать Кнопку атаки Патруля И всего остального Зачем нам это знать Мы должны понимать В каком состоянии Сейчас юнит стоит Зилат в стенке Он стоит на S Он остановился Или он стоит на холде Если он на холде Его столкнуть нельзя Если он стоит на стопе Его можно столкнуть Так Как бы Если он просто стоит Мы никогда этого не узнаем Если у нас нету Полной командной карты И именно так Ну важная В общем часть игры То же самое И по рабочим построениям Это в принципе Основные настройки Дальше есть такой Параметр Опыт Я не знаю Будет ли он отображаться В юнит-тестере Сейчас проверим Сейчас проверим Опыт не отображается Мне кто-то пишет Выключи опыт Все мои настройки Четко продуманы Под то Чтобы играть Эффективно И классно Зачем нам видеть опыт Ну Конкретно В чем эффективность Того что мы видим Опыт Давайте Сейчас мы попробуем Здесь закрыть Короче Это здесь не сделать Но суть в чем Мы начинаем сражаться С юнитом То есть мы начинаем Сражаться с юнитом С большой в данном случае И она берет И улетает На последнем ударе То есть вот она улетает И взрывается И она улетает В туман войны Представляем себе ситуацию Что она улетела В туман войны В таком случае Эта больша Будет для нас Выглядеть Как просто она улетела И по ней полетели патроны И мы не знаем Убилась она или нет И указатель опыта Будет еще какое-то время Висеть после смерти юнита И это очень круто Когда к примеру Опять же Вы контролите В каком-то месте Вы видите красную точку На миникарте Вы кликаете на эту точку Видите сталкеров Видите туман войны И если у вас Выключен опыт Вы не видите ничего Если у вас включен опыт Вы увидите Что здесь висит опыт Да И вы понимаете Тогда что Окей Хотя я могу В принципе появиться Наверное Вы видите опыт И понимаете Что кто-то здесь В тумане войны Отвалился То есть значит Сталкеры выполнили Какую-то работу Возможно Они оттуда могут уйти Вы можете кинуть туда Ну условно говоря Это я говорю сейчас Сталкеры Это могут быть Марики Это может быть Мина И вы можете кинуть скан Понять Есть там юниты Еще или нет То есть Указатели опыта Это важная штука Опять же Настройки Показывать Опыт Вот Предпоследняя Display Experience Показывать опыт Все Это супер важно Цвета В принципе Все равно Как нравится Удобно Конечно Опять же Контрастные цвета У меня стоит Так Мой цвет на карте Моего цвета Отображается Противник Отображается Красным А не Мой цвет на карте У меня вообще Белым отображается Таким образом Мы на карте Своих юнитов В принципе Особо не паримся Они все смешиваются С видом мини карты А юниты врага Всегда подображаются Красными точками Получается Очень контрастно Белый с красным И Ну получается Крутая история Следующая Тема В принципе Вот это Основные настройки У нас здесь По Именно Вообще К тому Как можно играть Но все равно С этими настройками Играть Очень круто Будет тяжело Почему Старкрафте Бои длятся В среднем В среднем В среднем Бои длятся Ну Вот давайте Засекать Вот начался бой 35 секунда Вот он закончился На 40 И нам не важно Какая у нас Армия на самом деле То есть Армия будет Вот такая Или такая Да То есть Вот у нас там Лимиты огромные Получаются По сотке лимита То есть То же самое У нас бой Будет длиться 10 секунд В принципе Плюс-минус То есть Плюс-минус 10 секунд У нас бой Длится И Если у нас Бой длится Вот 10 секунд И При этом Посмотрите Сколько времени Еще остается Кровь Сколько времени Остается Вот этот Пепел Сгоревший Марики Да Сколько времени Остается Там Зилки И валяться Там Прочие Всякие Истории Взбрызги Ну Вы поняли К чему Я наверное Сейчас Клоню Да Очень Большая Тема В том Чтобы В этом бою В течение 10 секунд Ориентироваться У вас есть 10 секунд На то Чтобы Принимать Решение Во время Боя В Старкрафте И что-то Делать Если Если Во время Боя Видите Тысячу Взрывов И всего Остального С точки Среди Того Что Вы Хотите Посмотреть На Взрывы Это Нормально Но Вы Тогда Смотрите На Взрывы И Не Нойте В комментариях Что Батарейки Не дают Жить Протос Имба Да То есть Обычно Это ноют Те Кто Играет На Высокой Графике У них Половину Замеса Вот так Вот Марики Разрываются На Части Вместо Того Чтобы Испариться И они Дальше Могли Брать И Фокусить Дизрапторов Потому Что Если Во Время Взрыва Вот Посмотрите Я просто Хочу Чтобы Вы Еще Раз На Это Посмотрели Просто Еще Раз Посмотрели Кинули Лайк На Видос Естественно Естественно Мы Три Раза Узрываем Марика Смотрите Вот Сейчас Двадцатая Секунда Кидаю Шарик Двадцатая Секунда Нажал Все Двадцатая Секунда Двадцать Третья Секунда Как бы Конец Этой Ситуации Но Кровь Остатки Марика Посмотрите Четыре Секунды Пять Секунд Понимаете Замес Вот этот Условный Замес Он длился Три Секунды А Остатки От этого Замеса Мы Видим Еще Блин Ну По сути Десять Секунд Мешающие Ну И Вот Это Остаточки Которые Уже Не Мешают Понимаете Сколько Времени Мы Еще Видим Кучу Всего И Это Я Показал Маленький Замес А тут Как я Говорю Что Вот Мы Наделаем Вот Такой Вот Замес Вот Такой Мы Замес Наделаем Вот И Все И В этом Замесе Мы Не Понимаем Кто Выигрывает Кто Проигрывает Ну Потому Что Замес Идет Понимаете Да Замес Идет А Юниты Юниты Вот Они Валяются Они Визуально Мы Не Понимаем То Есть Нет Они Сражаются Не Сражаются У кого Сколько Армии Осталось И Поэтому Поэтому Конкретно Много Про Геймеров Протосов По Одной Причине По Одной Такой Причине Сейчас Я Вам Тоже Покажу Все Сейчас Не Взорвется Поменяем Немножко Играют Короче На Medium Сюда Ставят FPS Совсем Сдох Ну Ладно Сейчас Сейчас Это Все Исправится Играют На Medium Настройках И Medium Там Ставят Именно Средние То есть Это Минимальные Которые Можно Поставить Настройки Но С Минимальными Этими Настройками Мы Видим В Момент Момент Заказа Смотрите Внимательно На Stargate Несколько Юнитов Позаказываю Именно В момент Заказа Мы Видим Очертания Wide Re Мы Видим Очертания Tempest Мы Видим Что Это Строится Tempest Мы Видим Что Это Строится Carrier Надеюсь Вы Видели Короче Эту Всю Историю То есть По Этим Причинам Многие Ставят Себе Именно Настройки Такие То есть Ставят Шейдеры На Medium Достаточно Этого Поставить И Тогда Вы Можете Играть И Видеть Кого Строит Протас Кого Варпает Протас Сколько Игр Конкретно Может Решиться Из-за Этой Инфы На самом Деле В данный Момент Не Так Много Игр Именно Вы Будете Принимать Решение В Момент Именно В Момент Того Когда Вы Видите Четко Юнита Которого Вы Проскаутили Скорее Всего Будете Чаще Видеть Именно Когда Он Большинство Про Геймеров Играют Вот На Таких Настройках Низкий 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 Все Низкое Физика Выключена И Что Мы Ну И Текстуры Короче Текстуры Текстуры Ставятся Под Видеокарту Именно То Сколько Она Может Потянуть И Сейчас Нам Нужно Будет Сделать Рестартик Посмотрим Пройдет Зайдет Он Быстро Или Нет Пока Я вам Расскажу Чего Зачем Это Делается И Ну Если У меня Не Получится Рассказать То Мы Естественно Все Это Дело Орежем Потом На Монтаже Получается Что Нам Дает Низкая Графика Мы Когда Мы Соревнуемся Играем Старкрафт Наша Задача Иметь Возможность Идентифицировать Ситуации Как Можно Быстрее И Принимать Решение Как Можно Быстрее Если У У нас Повсюду Лазеры Взрывы Валяющиеся Куски Мяса Мариков Там Я Не знаю Но Искажения Да То есть На Супер Ультра Графонии Я Не Сильно Заморачивался Потому Что Можно Было Взять В этом Ролике Каждое Здание Повключать Вам Попоказывать Да И смотрите Как Она Выглядит Но Я Не В этом Смысла Лучше Вам Суть В том Что На Всех Занях Там Куча Искажений И Просто Банально Когда Там 10 Гейтов Стоят Под Варгейтом Половина Карты Будут В Искажениях И Вы Просто Не будете Вообще Понимать Что Происходит Реально У вас На Базе Если У вас На Базе Например Например Закопана Мина Если У вас На Базе Там Даже Зелень Что-то Грызет Время От Того Пока Мозг Идентифицирует Все Что Происходит На Экране До Того Пока Он Начнет Принимать Какое Решение Будет Катастрофически Отличаться В Зависимости От Того Какая У вас Стоит Графика Вот Как Бы Странно Это Не Было То Есть Любому Любому Человеку Абсолютно Если Поставить На Низкую Графику И Чуть Чуть Привыкнет Он Будет Делать Все Лучше Чем На Высокой И Банально Вот Посмотрите Здесь Посмотрите Тот же Пример Который У нас Был Ну Вот Только Что Да Опять У меня Пинг На Европе 600 800 Но Это Неважно Смотрите Тот же Пример Показываем Да Тот же Пример Тридцатая Секунда Стреляю Выстрелил Все 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 То есть Произошел бой Вы сразу уже видите Результат боя Вам Понимаете Вам не нужно ждать Что Произойдет В этом бою Конкретно Ну Грубо говоря Сейчас И Типа Вообще Не важно То есть Ставим поле Начинаем делать Добавляем Все Грейды Бам 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 Сделали Там 200 Лимита Протоса Делаем 200 Лимита Терана То же самое Что в прошлой игре Смотрите Во первых Сразу же Плюс Минус Даже уже Вот в этой В этом количестве Можно Идентифицировать Количество Юнитов Самое главное У нас Теперь Определение Воздуха Не только Идет По Желтой Штуке Мы еще И видим Вот эту Тень Сразу же Мы видим Тень Это очень Круто Сразу же Мы видим Вот эту Всю Войну Куда То есть Мы примерно Уже Понимаем Состав Армии Даже На этой Графике И самое Главное Количество ФПС Будет Естественно В сумасшедший Раз Больше Несмотря На том Как На чем Вы играете И посмотрите Намного Меньше И мы Вот здесь Мы сразу Видим Кто Побеждает Там Была Войну Хатеран Против Протца Тут Мы сразу Видим Что Протас Пробивает Имморталами Сразу Юниты Пропадают Понимаете То есть Вот я Хочу Чтобы Вы Поняли Что Во время Замеса Юниты Пропадают Они Не остаются На поле Боя Плашмя Валяться И вы Можете Сразу Увидеть Вот этого Иммортала Среди Всех Юнитов И четко Можете Идентифицировать Единственный Косяк Сетка Обзора На такой Штуке Для Процесса Маленькая Вот такая К ней Надо Привыкать То есть Это Она Без Квадратиков К ней Надо Привыкнуть Научиться Ей Пользоваться Как только Вы К ней Привыкаете Это Дело Техники Вы Уже Четко По ней Можете Ориентироваться И начинать Все В ней Строить Это Ничего Не мешает И Юников Единственное Здесь Видно Не будет По моему Или 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 Смотрите Эту штуку Поправили И уже Видно Даже На низкой Графике Раньше Такого Не было Видно На низкой Графике То есть Я сейчас Могу Смело Сказать Что Тупо Вот Хотите Лучшие Настройки Графики Все Выставляете Вниз И Зрелищность Пропадает То есть С точки зрения Стриминга Например С точки зрения Мне Как Контент Делать И Стримить Естественно Это Зашквар То есть Это Смотреть Неинтересно Ну То есть Смотреть Интересно Если Делать Совсем Ультра Такой Специализированный Контент Под Стиль Например Для тех Кто хочет Просто Уметь Играть И Ну Это Контентик Такой Я бы Сказал Это Нормально Если ГМ И Делают Такое Люди Которые Постоянно Тренируются И делают Контентищ Вот Но Здесь Посмотрите Как четко Видно Сталкеров Как четко Видно Каждого Воздушного Юнита Как только Батон Отвалился Сразу Видно Сразу Видно Как Отвалились Его Интерцепторы То есть Они Стреляют Вообще Почти Незанятно Смотрите Батон Отваливается Интерцепторы Сразу Хопа Нету Все Вам Ничего Не мешает Моментально Моментальная Реакция Ну Короче Вот Вот чем Отличается Графика Нуба По сути Начинающего Да От Графики Профессионала И насколько Она влияет На игру Надеюсь Было Полезно С вами Всегда Был Тед